Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева, Черкесия. В 2024 году в центре города Усть-Джигуты появится современный парк отдыха и развлечений. Сейчас здесь вовсю кипит работа. Как разрабатывается проект и откуда выделены средства на реконструкцию, расскажет Алла Качеева. Вообще парк пользуется успехом у жителей города. Мы здесь все всегда отдыхаем с детьми, вечером на велосипедах, мамочки с колясками гуляют. И то, что будет преображение, нам нравится, мы довольны и ждем с нетерпением нового парка. Уже к следующему 2024 году зона естественного озелененного пространства, отведенная для наслаждения и отдыха людей в самом центре Усть-Джигуты, будет готова. Территория немаленькая, около пяти гектаров. Мы в прошлом году участвовали в конкурсе малых городов и исторических поселений всероссийском и победили там. Нам выделен грант на реконструкцию нашего центрального парка. Вот в рамках реализации этого проекта у нас большая реконструкция намечена. Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проходит с 2018 года по поручению президента России. Он входит в национальный проект «Жилье и городская среда» и направлен на благоустройство малых городов и исторических поселений. В разработке проекта принимали участие Центр пространственного и территориального развития «Ярус» совместно с администрацией Усть-Джигуты и Центром «Мой бизнес» с учетом запросов горожан, бизнеса, властей и социально-культурных учреждений, их идей и предложений. Заявка города вошла в число победителей и получила финансовую поддержку. К работам строители уже приступили. У меня за спиной, вы можете видеть, будет разбита большая детская площадка. Также на территории парка планируется установить спортивные снаряды, площадка спортивная, места тихого отдыха, чтобы люди более пожилого возраста тоже могли прийти отдохнуть. Также у нас планируется реконструкция Центральной площади. Там будет новое покрытие установлено, плитка, фонтан. В общем, постараемся сделать красиво. Усть-Джигута с населением более 31 тысячи человек, представители более 40 национальностей и множеством памятников и мемориальных комплексов располагают в богатейшем историко-культурном наследии. Также в городе расположены крупнейшие промышленные объекты округа и региона, такие как агрокомбинат Южный Завод и Кавказ-Цемент и Известняк. Все эти особенности планируется сохранить и отразить в преобразованном Центральном парке. На Центральной площади города, прилегающей к парку, появится зона фонтана в этническом стиле. Также запланировано озеленение, обустройство точек продаж питания, мест для торговли и выставок, зоны Wi-Fi. Площадку адаптируют для людей с ограниченными возможностями здоровья. Наш парк, в принципе, очень хороший парк. Большие деревья, тенистый парк. Местами, может быть, посмотрим, подсадим, но в основном деревья трогать мы не будем. Деревья останутся. Мы просто устроим дополнительные места отдыха. Семейные кафе, зоны отдыха и рекреации. Благодаря благоустройству и современным архитектурным решениям, парк станет местом притяжения для жителей всех возрастов и проезжающих. Так как Узжигута расположена на пути исследований к основным туристическим объектам Карачева-Черкесии – Архызу, Дамбаю, Тибердинскому национальному парку и обсерватории Российской академии наук. Алла Качива, Ахмат Чучаев, Анастасия Лой, Расул Бердиев. Вести Карачева-Черкесия. Узжигута. С начала текущего года на территории Карачева-Черкесии специалистами регионального управления Россельхознадзора выявлено 11 очагов бруцеллеза. Этому опасному инфекционному заболеванию подвержены сельскохозяйственные животные и человек. Есть и другие виды инфекции, которые были обнаружены в ходе проверок и представляют опасность для здоровья населения республики. О мерах по пресечению их распространения и профилактике расскажет Артур Мхце. Специалисты регионального управления Россельхознадзора и ветеринарной службы посетили с проверкой одной из сельхозпредприятий у Жигутинского района Карачаева-Черкесии. В начале нынешнего года именно территории республики уже выявлено 11 очагов бруцеллеза – опасного инфекционного заболевания, которому подвержены и животные, и люди. Он чем опасен? Есть ли продукция, которая, как мясо и молоко, которое не подвергается термической обработке, которая попадает в пищу людям, она заражает и людей, и животные, которые инфицированы, они заражают и пасть пища окружающая, откуда идет перезаражение. Также на территории Карачаевской республики выявляются такие инфекционные заболевания, как лейкоз крупного рогатого скота. В этом году выявлено два случая. Как отмечают эксперты, лейкоз крупного рогатого скота не имеет прямой угрозы здоровью человека. Однако наносит огромный урон по экономическому благополучию хозяйств. Ведь из-за него происходит дальнейшее распространение инфекции от больных животных к здоровым. Поэтому в местах выявления этого и ряда других видов заболеваний устанавливается карантин. При установлении информации оперативной сразу же в этот день направляется в управление ветеринарной Карачаевской республики, по которым по подведомству направляется информация о выполнении всех комплексов ветеринарных мероприятий согласно приказу Министерства сельскохозяйств Российской Федерации. Проверка всех животных осуществляется два раза в год – весной и осенью. Представляет она собой забор крови восприимчивых животных – мелкого и крупного рогатого скота, лошадей, свиней, а также собак. После чего полученные материалы направляются в лабораторию для исследования. План мероприятий включает в себя отчуждение больного поголовья, изоляция и убой его на специализированном мясоперерабатывающем предприятии в течение 15 дней. В дальнейшем план мероприятий предусматривает то, что все восприимчивое поголовье в эпизодическом очаге и неблагополучном пункте подвергается трехкратному исследованию по сирологическим реакциям до получения трехкратного отрицательного результата с интервалом 30 дней. Стоит добавить, что одними проверками дело не ограничивается. В качестве профилактических мероприятий в Карачаево-Черкесии согласованы и проводятся командно-штабные тренировки, которые должны помочь всем участникам понять алгоритм действий на случай реальной угрозы заражения острыми инфекционными заболеваниями. Артур Мухцелий Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Ужигутинский район. Сейчас прогноз погоды на завтра, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии ночью местами кратковременная дождь и гроза в отдельных районах Сильный с градом и шквалом до 25 метров в секунду. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10, температура ночью 8-13, в горах до плюс 7, днем 23-28 градусов тепла и местами до плюс 21. В Черкесске без существенных осадков ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-13, а днем 25-27 градусов тепла. В эти дни день рождения отмечает народный писатель Карачаева-Черкесии Исаак Апаев, автор 32 книг на нагайском и русском языках. Его научные исследования печатались в различных тюркологических сборниках. А в этом году Государственный театр Республики Дагестан поставил пьесу «Операция Аль-Магуль», и комедия собрала полные залы зрителей. Алла Динаева подробнее. Герои нагайского произведения «Операция Аль-Магуль», известного писателя и публициста Иссы Капаева, заговорили на аварском языке. Государственный театр Республики Дагестан поставил пьесу в двух актах. Режиссером выступил Магомед Ариб Сурхатилов. Он является художественным руководителем аварского театра. Язык совершенно другой. Но ему очень сильно при постановке помогал наш, он сейчас директор Нагайского театра Республики Дагестан, наш Байсултан Джумакаев. Язык всё же с языком, работа тут с языком идёт. Эту комедию Исса Суинович написал давно, а в 2010 году она была издана на русском языке. Позже произведения напечатали и в книге драматические произведения на русском и Нагайском языках. Мне, конечно, очень интересно было, вот актёры, я посмотрел, главная героиня очень хорошо сыграла в этом роль. Молодые актёры, это совсем молодые люди, но очень своеобразно всё это. Я думаю, что там в театре у них перспектива есть и более сложные вещи ставят. А это комедия, это небольшая комедия, всего три актёра. В книгу драматические произведения включены пьесы «Ветеран», «Маскарад» по-Нагайски, народного писателя Сыкапаева, но режиссёр выбрал комедию «Операция Аль-Магуль», и то, что театр Республики Дагестан поставил Нагайскую пьесу, для автора стало приятной неожиданностью. Это было неожиданно, совершенно неожиданно. Они хотели сюрприз преподнести, хотели показать, вот мы так относимся к нашей общей культуре и делаем такой подарок. Спасибо, конечно, большое это дело, когда с другой местности, с другой республики такой шаг делают. Алла Динаева, Светлана Кокова, Расул Бердзиев, Вести, Карачаево, Черкесия. Более ста юных спортсменов из городов и районов республики приняли участие в турнире по вольной борьбе, посвящённом памяти мастера спорта СССР, заслуженного работника сельского хозяйства России Юрия Аргунова, который прошёл во Дворце спорта «Юбилейный Черкеска». За ходом состязания наблюдал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Он был примером для своих соотечественников и отдавал много сил развитию спорта в Карачаево-Черкесии, вырастил целую плеяду мастеров спорта СССР. Открывая турнир по вольной борьбе, собравшись, отмечали, что Юрий Аргунов оказывал всяческую поддержку молодым спортсменам. И данные состязания – это дань памяти его заслугам. От имени сенатора Карачаева-Черкесии в Совете Федерации Крыма Казанокова поприветствовала всех участников соревнования его помощницы Сарата Сакиева. «Вольная борьба – особый вид спорта, который воспитывает в человеке упорство, целеустремленность, формирует настоящих мужчин, сильных духом, каким был Юрий Аргунов. В 1960 году Юрий Абубикирович стал мастером спорта СССР, являлся многократным победителем и призером всесоюзных международных турниров». Этот турнир позволит отдать дань памяти вкладу Юрия Аргунова в развитие спорта республики, а для молодых спортсменов повысить уровень мастерства, отметил председатель правительства Карачаева-Черкесии Мурат Аргунов. «Сегодняшний турнир не просто спортивные соревнования, но и возможность отдать дань памяти огромному вкладу Юрия Абубикировича в развитие спорта, поддержке молодежи и воспитании молодежи не только в Карачаево-Черкесской республике, но и в Ставропольском крае». Он всегда уделял внимание подготовке будущих чемпионов, но самое главное – это был человек с открытым сердцем, готовый оказать поддержку каждому, отмечали друзья, воспитанники и родные Юрия Аргунова. «Я хочу выразить огромную благодарность от нашей семьи, от нашего рода, всем, кто сегодня принимает участие, которые присутствуют здесь, в первую очередь правительству Карачаево-Черкесии, депутатам Народного собрания, ну и, конечно, огромная благодарность, хочется сказать, ветеранам спорта, которые присутствуют здесь». В ходе соревнований для тренеров спортивных секций по вольной борьбе вручили сертификаты от главы и правительства республики на право приобретения борцовского ковра. В свою очередь тренера и спортсмены выразили благодарность за возможность принять участие в подобных состязаниях. «Эти соревнования, в первую очередь, очень важны для наших ребятишек, которые только, можно сказать, делают первые шаги. И с таких турниров они уже выходят на мировой уровень, на международные турниры. Поэтому этот турнир для нас очень важен. А по поводу сертификата, честно сказать, мы очень обрадовались. Хочу поблагодарить главу нашей республики Рашида Бориспинича Тимрезова за то, что все время поддерживает наш вид спорта». «Двухразовые треневки были. Готовились, делали, просто бежали. Недавно сборы были тоже в архазе. Сладкие были хорошие. Но оказался я чуть лучше, наверное, из-за этого вышел в финал». Борцы на турнире показали хорошую технико-тактическую подготовку. Всех победителей и призеров отметили памятными кубками, медалями и ценными призами, учрежденными родом аргуновых. Али Ханепшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Сын». Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»